Здравствуйте! В эфире выпуск новостей телекомпании ТВИН. В студии Станислав Юдин. Я расскажу вам о самых заметных городских событиях и сейчас коротко о главном. Цена жизни – автомобиль. Следственный комитет продолжает расследование резонансного убийства молодой женщины. Праздник шире календарных дат. На ММК продолжают чествовать отличившихся на производстве металлургов. Новый сезон. Здравствуй! 15 июля Матлитогорский металлург официально вышел из отпуска и начал подготовку к очередному сезону континентальной хоккейной лиги. А теперь об этих и других событиях более подробно. Подозреваемый задержан по горячим следам, дает признательные показания. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются. Так вкратце можно охарактеризовать ситуацию вокруг самого резонансного преступления в новейшей истории нашего города – убийства Ксении Мецгер. Игорь Гурьянов с подробностями. Для поимки злоумышленника правоохранителям понадобилось меньше суток. Так, недоучившийся в ПТУ недослесарь только думал, что рассчитал все, забыв, что в смартфоне есть опция геолокации и возможность онлайн-трансляции, в том числе фотографий. За несколько минут до убийства Ксения сделала несколько фото вот из этого места. Из гаражно-строительного кооператива она уже не вышла. Дело было житейским до банальности – нужно было продать автомобиль. Оторопь, недоумение и только потом праведный гнев. Именно в таком порядке чувства посещают любого нормального человека при более близком ознакомлении с причиной убийства. Вот оно, главное вещественное доказательство злодеяния. Автомобиль Шкода Октавия. Да, хороший автомобиль. Да, наверное, БУ с каким-то пробегом. Но убить молодую красивую женщину из-за куска железа, в общем-то, и потом называть злодея человеком – язык не поворачивается. Мы намеренно не показываем точное место расположения бокса автосервиса. Пацанам здесь еще работать, а резонанс сильный. И очень неохотно не показываем портрет мерзавца. Нарушим, видите ли, презумпцию. К тому, кто сначала ударил Ксению молотком по голове, потом задушил для верности и вез бездыханное тело 60 километров от города, приставят еще и адвокатов, которые будут искать светлые стороны и выуживать процессуальные изъяны. Нормальным правоохранителям все стало ясно с первых минут разработки тревожного звонка об исчезновении девушки. Мы добыли сведения и доказательства того, что девушка была убита. Убита предполагаемым и задержанным лицом. Он, который, собственно говоря, тоже нам сообщил о том, что намеревался похитить автомобиль, а для этого убить его владельца. В ходе неотложных следственных действий, осмотрах места происшествия, был обнаружен труп потерпевшей. В настоящий момент обвиняемый предъявлено обвинением. Это убийство, сопряженное с разбоем и разбойным нападением. В настоящий момент обвиняемый находится под стражей. Убийцей его можно будет назвать только после оглашения приговора суда. Игорь Гурьянов, Алексей Гондаренко, телекомпания ТВИН. К другим темам. Насколько значимым для Магнитогорска является профессиональный праздник День Металлурга, говорит тот факт, что торжества, посвященные этому дню, традиционно перешагивают календарные рамки. Так, в доменном цехе торжественное сменно-встречное собрание первой технологической бригады состоялось только сегодня. На нем более 30 доменщиков были удостоены наград самого разного достоинства. Игорь Гурьянов побывал на собрании. Доменщики подтягивались к красному уголку неспешно, но в срок, как привыкли делать свою работу. Пока не началась официальная часть, можно взглянуть, что за награды через несколько минут вручат Металлургам. Профсоюзные активисты рассказали, что к традиционным грамотам и письмам подошли креативно с точки зрения дизайна. Есть и совершенное ноу-хау, памятные фотопортреты со словами благодарности от имени генерального директора и за его подписью. Ребята в зале с ночной смены, те, кто у трибуны, не понаслышке знают, насколько они устали. Поэтому официоз решили не затягивать. Сергея Короля встречали как своего. Он начинал карьеру как раз в доменном цехе. Хочу сегодня просто поздравить вас с прошедшим днем Металлурга, с прошедшим днем города и пожелать вам и вашим семьям здоровья, успехов, безопасного труда, хорошего настроения и удачи во всем. Спасибо. Вторил Сергею Витальевичу еще один гость, председатель первичной профсоюзной организации группы ПАО ММК Борис Семенов. Как профсоюзный лидер, будучи концептуально против деления подразделений на основные и вспомогательные, Борис Михайлович здесь же признается, что ему есть на кого опереться в первую очередь. Доменщики со своим очень обостренным чувством рабочего достоинства стоят в авангарде защиты прав трудящихся. Боевые настроения, это у вас, от вас идут, я говорю уже, как руководитель профсоюзной организации, все идеи, креатив, это в основном вот с вашего подразделения, с вашего центра. Ну так же я хочу поздравить, у нас поздравительная неделя праздничная продолжается, у нас нашим главным профессиональным праздником, конечно здоровья вам. Федеральные, отраслевые, региональные и корпоративные, всего более 30 доменщиков были удостоены наград разного калибра. Цеховыми грамотами наградили и гостей. Немного сбивала с толку цивильная форма одежды, многие успели переодеться с ночной смены. В остальном складывалось впечатление, что мы на передовой, где только что закончился бой. Подоспели замполиты с медалями и артисты с музыкой. Перед бойцами Металлургического фронта они выступают изо всех сил, несмотря на раннее утро. Днем с тобою навсегда, навсегда, ты единственная любовь моя. За окном дышала Донна, всем своим видом показывая, что такое непрерывное производство. Игорь Гурьян, Апечислав Гусев, телекомпания ТВ. Свой 31-й день железнодорожников вместе с дружным коллективом участка совсем скоро будет отмечать Раэля Флорисовна Зарипова. Железные дороги связывают не только города. Десятки километров рельсов протянулись и внутри Магнитогорска. Большая их часть, похожая на нейронную сеть, расположена на территории Металлургического комбината. Отвечают за движение по ним синапсов, поездов, мозги станций, маневровые диспетчеры. Раэля Зарипова одна из них. Станция «Доменная» – ключевой участок по обслуживанию горно-обогатительного производства и доменного цеха. Металлургический гигант никогда не спит. Сырье для доменных печей отгружается на станции круглосуточно. Все сырье для доменного цеха проходит именно через нас. То есть катыши, агломерат, кокс, все отсюда подается, попадает на бункерную эстакаду и далее выгружается для доменных печей. Комната диспетчеров – настоящий мозг станции. Сюда стекается информация обо всем, что происходит на железнодорожных путях. Отсюда же рассылаются команды для всех органов сложного железнодорожного организма. Создать маршрут, освободить занятые пути, включить нужный светофор, дать указания ремонтникам и договориться с машинистами. И все это в режиме нон-стоп. Людей много и со всеми нужно уметь наладить не просто контакт, а дружеские отношения. Маневровый диспетчер Раиля Зарипова занимается этим уже 31 год. В цех эксплуатации Раиля Флорисовна пришла по окончании горного института. Профессию выбрала по специальности, говорит она, и не пожалела. Я выросла в Агаповке, и за моим домом была станция Флюсовая. Я все детство провела под звуки железнодорожного транспорта. Наверное, может, из-за этого пошла на железнодорожный транспорт. Так и работаю. Труд маневрового диспетчера не сахар. Он сложный и напряженный. Ответственность зашкаливает. Диспетчер отвечает не только за цех, но и за слаженную работу завода в целом. Именно он в ответе за то, чтобы транспорт вовремя доставил сырье в один цех и забрал готовую продукцию из другого. За то, чтобы ввелся учет всех происшествий. И за то, чтобы поломка, если она, не дай бог, случилась, была устранена в кратчайшие сроки. Понятно, Андрей. Постаем 710 немножко. Днем, когда на ногах все дежурные службы, работать полегче. Ночью диспетчер в ответе за все один. В это время он настоящий ночной директор. У нас самый главный клиент от доминоцех. Мы обеспечиваем сырьем доминоцех. Стараемся по их заявке все делать. Но не всегда получается, как хочется. Иногда всякие проволочки, но стараемся. Как мой внучок говорит, работаю в паровозике. Бабушка работает в паровозике. Ну, считайте так. Какая-то серьезная игра. Ну, очень серьезная, потому что и люди здесь, и техника большая, и все. Мастерство именно диспетчера, да, его профессионализм проявляется в нештатных ситуациях, так сказать, когда возникают какие-то проблемы, да, у нас. Так вот, Раиля Флорисовна всегда за счет своего профессионализма, опыта, легко выходит из этих ситуаций. И, как бы, у работников она пользуется уважением, как бы, классальным, да. Коллеги ее тоже всегда там совета спрашивают. Да и мы зачастую, как бы, к ней за советом каким-то обращаемся. Самара Илья Зарипова уверена, каким бы профессионалом человек ни был, без команды на таком сложном производстве не справится. Без своей бригады, без своих людей, ничто здесь, все вместе. Мой прямо с датчиком обязательно постоянно с ней в контакте. Помощники, машинисты, все, все в одной бригаде, все вместе. Не менее ценные у коллег и человеческие стороны нашей героини. Добрый и отзывчивый человек, душа компании. Так говорят они, работники станции. Станислав Хьюдин, Владислав Гусев, телекомпания ТВИ. Самый молодой анестезиолог-реаниматолог Центральной клинической медико-санитарной части Алексей Алимов удостоен премии Законодательного собрания Челябинской области. Надо сказать, что врачи этой очень тяжелой и ответственной специальности сегодня в огромнейшем дефиците во всей нашей стране. Алексей Владимирович в профессии уже 8 лет. Пошел по стопам мамы Натальи Алимовой. Подробнее Юлия Никифорова. Профессиональная династия – это всегда здорово. Это ответственность членов семьи друг за друга, взаимопомощь, особое отношение к делу. Центральная клиническая медико-санитарная часть может похвастаться несколькими врачебными династиями, в том числе анестезиологов-реаниматологов Алимовых. Тем, что в 2010 году в медсанчасть пришел работать молодой доктор, анестезиолог-реаниматолог Алексей Алимов, больница обязана его маме Наталье Алексеевне. Он с детства просто, наверное, жил в реанимации. На дежурствах у меня был, постоянно бегал в реанимации. У нас дома были аптечки, всякие приборы. Он за все приносил из реанимации, медсестры ему давали. Родом из детства все это видел, все это знал, абсолютно все знал. Всю подноготную, все ямы, все отрицательные стороны, все знал. В настоящее время Алексей Алимов – боевая единица передовой. В среднем в течение рабочего дня он участвует в 5-6 операциях, занимается анестезией. Каждому больному, поступающему на плановую операцию, подход индивидуальный. Нужно оценить анестезиологические риски, исходя из проблем со здоровьем, существующих у человека. Выбрать вид наркоза, прогнозировать послеоперационное течение болезни. Это очень ответственная и серьезная работа, от которой зависит и жизнь, и здоровье человека. А если это экстренная операция, то здесь времени на раздуме у нас нету. Мы должны принимать решения онлайн. Лечение тяжелых пациентов, поступающих в реанимационное отделение, тоже зона ответственности анестезиологов-реаниматологов. Несколько лет назад при участии Алексея Алимова в медсанчасти начали развивать еще одно очень важное направление – оказание палиативной помощи пациентам, страдающим тяжелыми хроническими болями. Был открыт кабинет лечения болей. Удалось достичь больших результатов в плане палиативной помощи. Мы единственная больница в городе, которая имеет, во-первых, пластыри с вентанилом. Я думаю, что вряд ли где-то в других поликлиниках это есть, выдается бесплатно. Единственная больница в городе, которая выдает морфин в таблетках пациентам, не нуждающимся в обезболивании, это онкопациент в первую очередь. Хирурги медсанчасти с профессиональной династией Алимовых работать любят. Всегда наши травматологи идут со спокойной душой, вот и с Натальей Алексеевной, и с Алексеем Владимировичем, идут на операцию. В общем-то, специалисты хорошие, которые делают не только анестезию, они предварительно за сутки, за двое суток готовят больного, то есть подготавливают, выявляют все соматические, то есть параллельные болячки, которые есть у больного, и там, где нужно, и необходимые обследования производят. За добросовестное отношение к работе Алексей Алимов удостоен премии законодательного собрания Челябинской области. Юлия Никифорова, Владимир Ровенский, телекомпания ТВН Вечный спор между жильцами и коммунальщиками продолжается. На сей раз действиями своей управляющей компании недовольны жители 54-го дома по улице Советской. ЖРУ-6 провело санитарную обрезку не того дерева, которое имели в виду жильцы. У коммунальщиков в этой истории своя правда. Разобраться в споре пыталась Елена Тимофеева. Последнюю неделю вид из окна Евдокию Николаевну не радует. Вместо пышной листвы с маленькими яблочками – уродливый обрубок ветки. Возмущению пенсионерки нет предела. Теперь каждую весну ей нечем любоваться. Эта яблони вырастет, оденет белое платье, как невеста, такой озон. Потом начинают яблочи, вон рометки, потом прилетают птицы, эти снегири. Ой, ну тут просто прелесть, чирикают. Никому это дерево не мешало. Не радует вид из окна и Клавдию Ивановну. Она живет по другую сторону от входа в подъезд. Уже много лет пенсионерка и ее соседи добиваются сноса старого карагача. Ветки дерева недавно добрались до окон пятого этажа. Жильцы нижних этажей уже овладели методами самостоятельной борьбы с ними. Ветки на балкон, с балкона я его всякими способами притягивала, эти ветки, отпиливала, отстригала, обрезала. Просьба жильцов усмирить карагач в этом году была услышана управляющей компанией. На прошлой неделе бригада благоустроителей прибыла во двор. Но ненавистный карагач не спилили, а лишь отстригли у него пару сломанных веток. А параллельно с ним обрезали любимую всеми яблоню, жалоб на которую не было. Я вообще не вызывала, проблем у меня не было. Ветка эта в 5, 6 или 7 метров. Она не касалась даже моего окна кухонного, а до балкона вообще. Представитель управляющей компании показывает массу заявлений от жильцов дома с просьбами постричь деревья. Пострадавшая яблоня ни в одном из них не фигурирует. Однако перед санитарной обрезкой этот двор обследовала целая комиссия. Определялись аварийные объекты, администрация города давала официальное заключение и разрешение. Аварийная ветка упиралась прямо в окно и лежала на подоконнике другой квартиры. Чтобы повторно не направлять автовышку и рабочих, учитывая аварийность состояния, мастер благоустройства дала распоряжение, и мы спилили эту ветку. Это просто аварийное дерево. У нас есть соответствующее разрешение. Вникать во все нюансы и уточнять, любимое дерево или нет, у коммунальщиков нет возможности. В год они обрабатывают до пяти сотен заявок на обрезку деревьев. 300 зеленых жителей дворов кронируют, 60-70 удаляют под корень, как опасные или засохшие. Ветка этого дерева упиралась и лежала на подоконнике. Возможно, что ей бы пришлось и больше за ремонт платить, и потом мы бы тоже были как кронии. Поэтому мы вынуждены были работу эту сделать. Ненавидимые жильцами третьего подъезда Карагачи все-таки не спилят. Управление экологией запретило. Зато проведут его кронирование, обрежут все разросшиеся ветки. По правилам делать это можно только в период с октября по март. Так что благоустроители пожалуют в этот двор еще раз. Жильцам дома посоветовали в день их приезда охранять любимую яблоню. Елена Тимофеева, Василий Бабердин, телекомпания ТВИН. О новостях спорта через несколько секунд. 15 июля Магнитогорский «Металлург» официально вышел из отпуска. И сразу же игроки и тренерский штаб команды начали подготовку к очередному сезону Континентальной хоккейной лиги. Предлагаем сюжет наших коллег из хоккейного клуба «Металлург». Традиционное командное собрание, первое в новом сезоне, вице-президент «Металлурга» Геннадий Величкин начал с представления обновленного тренерского штаба команды. Йозеф Яндыч, главный тренер, его помощники Виктор Козлов и Иржи Калоус. Тренер вратарей, специалист, воспитавший Василия Кошечкина Андрей Болсуновский. Владимир Антипин продолжит работать с ближайшим резервом, прежними остались и тренеры по ОФП. В этом межсезонье серьезно обновился состав игроков «Металлурга». Каждого намечка Геннадий Величкин представил отдельно, а после передал слово новому главному тренеру «Металлурга». Хотел бы я сказать, что надо готовиться с начала сезона. Это плей-офф для нас всех. Надо начать хорошо сезон. Хотел бы я, чтобы мы играли быстрее в хоккей. Чтобы против нас, как команде, было тяжело играть. Каждая команда, которая будет против нас здесь дома или на въезде, будет играть тяжело против нас. Но еще добро пожаловать вас всех с новой сезона и удачи нам всех. Слова напутствия сказаны. За работу магнитка начинает новый поход за кубком. В первый день после отпуска с игроками главным образом работают тренеры по общей физической подготовке. Чтобы оценить, в какой форме хоккеисты подошли к началу тренировок, был подготовлен ряд тестов. Достаточно простые упражнения позволяют объективно рассмотреть физическую форму спортсменов. Я подобрал несколько упражнений, видов таких не самых сложных, но определить для себя то направление работы, которое предстоит команде в предсезонной работе. Посмотреть просто общее состояние команды игроков, как они вышли после отдыха, все равно ноги занимались, посмотреть их функциональное состояние. Но основное я хотел просто определить для себя, так скажем, слабые места, кому над чем работать. Вот и все. То есть они не должны были быть какими-то там изощренными тестами, основные движения, основные там, так скажем, качества физические проверить. И для себя определить дальнейший сейчас план работы на сборы, на предсезонную работу и посмотреть, кому, как скажем, укрепить слабые места. Броски специальных фитнес-мячей, прыжки в длину, подтягивания, челночный бег, приседания и жим штанги. Этот набор базовых упражнений позволит тренерам составить эффективную программу подготовки с учетом индивидуальных особенностей каждого хоккеиста. Пора для специалистов по ОФП. Именно сейчас важно заложить правильный физический фундамент команды, при этом сделать это без вреда для здоровья игроков. Целая фитнес-наука и к ней в Металлурге относятся крайне серьезно. Если не брать в расчет, что есть травмы какие-то у игроков, все в хорошей форме. То есть мы смотрим по движению, по некоторым движениям, которые мы делали, не могут в полную силу делать из-за травм. Но это просто сейчас, так скажем, реабилитационный период восстановится и будут все в полном порядке. Сказать, что кто-то подошел сейчас в плохой форме, все, так скажем, в лучших кондициях, но это еще не максимально. То есть на сегодняшний момент, перед сборами, это лучшие кондиции, с которых мы можем начать. Арена тут отличная, тут все есть, развивали хорошие ребята, хорошие. Потом, как с первого дня я сюда приехал, все ухаживают, все помогают, если что-то надо решить. Пока что я очень рад. Я в Швеции проживаю, летом в Стокгольме, с подругой, так что я там был все лето. Ребята с других команд тоже приезжают, мы вместе тренируемся, потом подготавливаемся, потом некоторые уезжают в другие команды, другие лиги, так что мы все готовимся. Летом большой объем работы был проделан и руководством «Металлурга», и тренерским штабом. Комплектование команды окончено. В новый сезон «Магнитка» войдет с одной легионерской позиции в запасе. У нас уже был из прошлого года «Элисон Волский», и пришли новые игроки, покорененные «Расмусом». Еще у нас свободное одно место, но не будем сразу его еще использовать. Думаем, что команда «Сонар» надо набрать молодых игроков. У нас талентливые молодые игроки, наши игроки из «Металлурга», надо им дать шанс. Получать нагрузку команда будет поэтапно. До сборов в Германии будут проходить втягивающие тренировки, а уже в гарме Шпартенкирхене хоккеистов ждет основной объем тяжелой работы. Состав «Металлурга» претерпел серьезное обновление и поиск оптимальных сочетаний – одна из главных задач тренерского штаба на ближайшее время. Уже есть, там еще думаем над центральными, кто с кем, но пара подзащитников уже есть. И в атаке тоже, там уже двоички, уже вместе. Просто я хочу осознать игроки, как они реагируют на ситуацию, чтобы кто с кем буду поменять, потом буду готовить на сезон. Впереди у хоккеистов самая напряженная и трудная пора, но сложности в «Металлурге» не пугают никого. Ведь каждый понимает, чем сложнее путь к вершине, тем слаще вкус победы. Новый хоккейный год в Магнитогорске стартовал. «Раз тут быть и очень смотрю вперед, как на лед пойдем, и уже сезон будет начинаться, так что мы готовы вроде бы». Это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. О новых местных событиях в следующем выпуске информационной программы «Время местное». Новости этого выпуска, а также многое другое, вы найдете в наших группах в социальных сетях и на нашем сайте tvedfis.ru. Впереди вас ждут коммерческая информация, а также прогноз погоды на 20 июля. Всего вам доброго и до встречи. Спонсор программы – публичное акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат». По данным Бюро погоды, 20 июля в городе ожидается облачная погода с прояснениями, без осадков, туман. Ветер северный с переходом на северо-восточный – 3-5 метров в секунду. Отдельные порывы – до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17 градусов, днем – 21-26 градусов тепла.